В День памяти преподобного Сергия Радонежского в храме святого апостола Андрея Первозванного и святых новомучников и исповедников российских, который располагается в здании Аграрного университета города Одессы, была совершена праздничная божественная литургия. Подробнее о подвиге игумена земли русской, которым он вошел в историю церкви и Отечества, расскажут наши коллеги. Как сообщает нам священное предание церкви, юному отроку Варфоломею, так звали преподобного Сергия до принятия монашества, с детства не давалась книжная грамота, что очень печалило маленького Варфоломея. И вот однажды он встретился со старцем, которому со слезами изложил свою проблему и просил помолиться о нем. Старец стал усердно молиться Богу и по окончанию молитвы дал преподобному кусочек просфоры, сказав, «Это дается тебе в знак благодати и для разумения священного писания. Отныне овладеешь грамотой лучше братьев и товарищей». Тогда отрок Варфоломей пригласил старца к себе домой накормить обедом. Перед вкушением пищи старец повелел преподобному почитать псалтирь, и тут произошло чудо. Маленький мальчик, не знающий ни букв, ни правил чтения, стал читать нараспев священные строки псалтири. Родители преподобного Сергия, видя происшедшее чудо, воздали славу Богу за его великие и богатые милости, а преподобный Сергий с того момента с каждым днем все более и более постигал книжную грамоту. И преподобный Сергий, как воистину святой, помогающий всем нуждающимся в учении, тем, которым не идет наука, которые не могут сначала освоить азов учения, как когда-то это было у преподобного Сергия, по молитвам преподобного, по молитвам святых небесных ангелов-покровителей, слушая молитву преподобному Сергию и молясь ему, станут такими же светочами, как когда-то были святые, прославившие нашу святую Русь во всем мире. После смерти родителей Варфоломей отправился в Ходьково-Покровский монастырь, где принял монашеский постриг, но в скором времени покинул его и удалился в лес, где посреди глухого радонежского бора построил небольшую деревянную церковь во имя Святой Троицы, на месте которой сейчас находится знаменитая на весь мир Троица Сергиева Лавра. Всей своей жизнью преподобный свидетельствовал о любви к Богу и ближнему, подавал во всем пример братья, сам строил кельи, таскал бревна, носил воду в двух водоносах, в гору, шил одежду. Был первым и на службах. За труды преподобного братья избрало его игуменом. Также преподобный Сергиев благословил святого благоверного князя Дмитрия Донского на битву с монголо-татарским князем Мамаем. Это событие вошло в историю как битва на Куликовом поле. Он благословил на битву двух иноков Пересвета, Александра Пересвета и Ахлябу, который Александр Пересвет поединке дрался с Шелебеем, и они пронзили себя друг друга копьями. Сегодня, следуя примеру преподобного Сергия Радонежского, мы должны запомнить раз и навсегда его главное наставление. «Умоляю вас, братья, имейте прежде страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную». Следуя заповеди преподобного Сергия, каждый христианин сможет достичь духовного совершенства и в жизни будущего века встретится с Господом и Спасителем нашим Иисусом Христом, чего всем нам желает преподобный Сергий, который сегодня молится о всех нас у престола Святой Троицы.